Мои дорогие, всем здравия, душа и тела, гармония во все времена. С вами, как всегда, рядышком парапсихолог Полина Сухова. Очень часто мне задаете вы вопросы. И здесь в комментариях, и часто в социальных сетях. Мои студенты, мои подопечные. И один из таких часто задаваемых вопросов человеку в агрессии, близкий человек. Как справиться? Что нужно делать мне? Потому что с чужими еще как-то легче. Мы там можем послать их прямо, можем послать их лесом, можем просто пройти мимо и так далее. А с близкими так уже не получится. Это когда дети, это когда родители, это когда мужья или там жены агрессивные. То есть бывает всякое. И вот сегодня я вам расскажу три действия, которые помогут погасить агрессию близкого. Кстати, если вам интересно, как свою агрессию погасить, даже не то, чтобы погасить, ее преобразовать, трансформировать, потому что любая погашенная, подавленные эмоции, особенно очень сильные, они очень влияют сильно на здоровье, на физическое тело. Так что пишите в комментариях, если вы хотите, чтобы я это видео записала. И мы переходим все-таки, как же остановить агрессию близких, особенно у детей. Вот мне девочка написала личное сообщение. Полиночка. Как мне правильно действовать? Что и в какой момент говорить, когда любимый по работе сильно нервничает, автоматически становится внешне холоднее, сдержаннее, упускает и не делает некоторые вещи. Может не заправить кровать, не помыть бокалы, не убрать со стола, не поцеловать меня. Это очень важно. Ладно еще бокалы там со стола. Но поцеловать, когда очень хочется, я согласна. Вот это действительно такой вопрос, очень важный для многих женщин. Обычно он это делает легко, дела. Просто сейчас девушка знает, что у него творческие задачи. То есть он старается справиться с ними, но все равно ему очень тяжело. И, соответственно, видно вот это состояние агрессии. Она пишет, сейчас я жду, когда такой момент закончится. И иногда проговариваются о своем дискомфорте в отношении его поведения. Иногда нет, потому как вроде уже и ни к чему, и ни к селу, ни к городу. Осознаю, что мое поведение не совсем верное, что молчать нельзя. Только как успокоить любимого в такие моменты, что сказать и вообще что делать. Для нас обоих, чтобы было благополучно. Не понимаю, помогите, пожалуйста. Кстати, про детей сейчас тоже будет важная, нужная информация, как ребенка агрессивно успокоить. Смотрите, проговаривать нужно и важно. Другой вопрос, в какой формате. Но это уже другая тема. А наша задача, главная, человека выровнять энергетически. А для того, чтобы выровнять его, нужно самому быть сильным, энергетически, чтобы ваше поле уже выравнивало другого человека. Если ваше поле ослаблено, оно само такое шатающееся, то в одну эмоцию, то в другую, то здесь больше шансов попасть в это агрессивное поле. Очень часто наверняка вы замечали в своей жизни, когда вы попадаете в поле таких или группы людей агрессивных, или одного человека очень мощного, сильного, он на вас кричит. Хочется, знаете, вот прямо в ответ что-нибудь тоже сделать. Хочется накричать. Иногда даже вот многие говорят, вот ребенок начинает кричать, хочу его даже ударить. Если у вас такое бывает в жизни, обязательно пишите. Итак, давайте вот сейчас с ребенка мы начнем. Ребенок плачет, кричит, капризничает. В этот момент очень важно себя научиться, родителя, переключать. Переключать на другие фразы. Соответственно, фразы, они включают эмоцию. Если вы потренируетесь раз, два, три, четыре, пять, до десяти раз, то формируется новая привычка. То есть вы поймите главное. Некоторые говорят, вот я попробую, у меня ничего не получается. Я говорю, сколько ты пробовал? Ну, два раза. Я говорю, и чего? Ты думаешь, за два раза сформируется нейронная сеть? Нет, конечно. Поэтому наша задача минимум 10 раз это сделать. Итак, ребенок, сейчас ребенок кричит, что нужно делать. Воспитательница одна мне рассказывала свой опыт еще давно-давно. Она говорит, был один такой воспитанник, который дрался, агрессивничал, гневался. Ну, очень сильно, да. Благо он был маленьким ребенком. Она его просто брала на руки, зажимала его так, ну, без агрессии. И говорила, как я тебя люблю, ну, к примеру, там, Димочка. Димочка, ты такой хороший. Как я тебя люблю, как я тебя люблю. Другая моя тоже знакомая, родительница, которая тоже своего ребенка, который больной психический ребенок. И она ему просто каждый раз, когда он что-то вытворял, она через зубы цедила, ну, хотя бы так. Она говорит, Тима, как я тебя люблю. Понимаете, вот это уже первые шаги для того, чтобы вы наработали новую привычку, новую реакцию. А все делается ради ваших реакций. То есть и внешние обстоятельства людей тоже, они меняются моментально, когда вы уже по-другому реагируете. Наша задача вот переключать себя на хотя бы слова сначала, те, которые нужны. Фраза «Я тебя люблю», «Я тебя очень люблю». Например, ребенок бегает и кричит, вы плохие, я обиделся, я вас не люблю. В ответ нужно говорить «И я тебя люблю, родной», «И я тебя». Понимаете, он же любит на самом деле, но просто это такая манипуляция, и ребенок только так вот умеет пока что манипулировать, делает поведение, которое ему выгодно. Если же родитель просто спускается на тот же уровень, да, вот я тоже на тебя обиделась, я тоже тебя не люблю, знаете, это сродни, как вы спустились вниз. Вот вам нужно ребенка подтянуть вверх, если вы хотите результатов хороших. Потому что сначала это вроде как в шутку воспринимается. Ой, хихиха-ха, ребенок такие вещи говорит, вроде как взрослый еще позы принимает и так далее. Это очень забавно. Но потом ребенок очень быстро схватывает реакцию родителей, если они это каким-то образом вербально, невербально подтверждают. Ну, типа нормально, весело, хорошо, смехом. Соответственно, ребенок очень быстро закрепляет это поведение. Итак, ключевой момент. То есть сейчас наша задача говорить о том, как вы любите человека, который в агрессии. Значит, взрослому человеку в агрессии делаем то же самое. Тоже сколько моих студентов, девочек, особенно с теми мужьями, которые пили, они применяли ту фразу. Он там орет, кричит, что-то там безобразничает, рвет, мечет. Даже дерется, дерется, ломают мебель. Потому что когда дерется, уже нужно все-таки физически спасаться, это все-таки нужно закрыться куда как минимум. Вот оттуда уже вы можете фразы определенные говорить. Милый, я тебя тоже люблю. Самое главное, без сарказма, без ерничества, без агрессии. Не умеете пока так делать, лучше вообще молчите. Отойдите пока и про себя поговорите, телепатически ему посылайте эти мысли. Я так сама тренировалась тоже на бывшем своем партнере кармическом, который тоже бегал вокруг меня, угрожал, был в пьяном виде, угрожал меня ударить. Я в этот момент уходила в себя. Вот здесь очень важные моменты, несколько тонкостей. То есть вы уходите в себя. Вы представляете ключевой момент, что вокруг вас собираются ваши ангелы-хранители. Их много, они вас как бы закрывают своей энергетикой, крылышками. Вам проще будет поле это держать, потому что здесь самое главное – это держать поле. То есть это важный ключевой момент. Наставников просили, духовных хранителей, ангелов-хранителей, кто как их называет, они вас укрыли, да, а потом вы, собственно говоря, начинаете сосредотачиваться на вот этих словах. Я люблю тебя. Можете другие какие-то фразы придумать, пожалуйста. Я люблю тебя и благодарность. Я вот отрабатывала на благодарности. Я говорила, что я люблю тебя как партнера, как человека и так далее, потому что как бы любви как мужчине, как такому, у меня не было, как должно было быть. А здесь я благодарила. Благодарю тебя за то, благодарю тебя за это. Моя задача – вот он там бегает, замахивается на меня. Я понимаю, что он может ударить, может не ударить. Это все время тело съеживается. Но я в этот момент ушла в себя, в такой внутренний мир, в медитацию, концентрация внимания именно на этом состоянии. Представляла ангелы-хранители. И, значит, прям конкретно, конкретно говорила, я благодарю тебя за то, за то, за то. Он успокоился моментально. Все успокоился. И эта практика, она рабочая, стопроцентно. Очень многие мне говорили, что там начальник орет, девочка тоже делала эту практику. До такой степени она вошла в это состояние безусловной любви, что она говорит, что такая любовь открылась к этому начальнику, что она готова была упасть в ноги и целовать его, и благодарить за все. Конечно, делать это лишнее в реальности, да. Но если вы до такого состояния дошли, вот этой безусловной любви к этому учителю вашему жесткому, как обычно стопроцентно, практически, ну пусть 99,9% вы договорились с этим, с этой душой, что вы разыграете этот спектакль, то есть здесь в жизни. Вот. И таким образом очень быстро меняется, то есть у вас привычка формируется, меняется человек снаружи. Это вот точно. Значит, то есть получается, давайте первый момент ключевой, подведем итог, это представить, что вокруг вас духовные наставники укрывают, то есть у вас нужно войти в это состояние, создать поле, да. Второе, вы должны, значит, в адрес человека говорить, я благодарю тебя, я люблю, благодарю, это можно даже про себя, да, это тоже настройка, это вот, наверное, первый этап, настройка, да, что в ту сторону хотя бы начать что-то хорошее говорить. Вот второй, благодарю, да. И третье, это я люблю тебя. И очень важный момент, смотреть нужно в глаза человеку, потому что люди пьяные, неадекватные, агрессивные, у них, как правило, сущность владеет ими, даже и детьми. Они уже, как правило, пришли с этими сущностями сюда, потому что многие говорят там, я не могу справиться с своей агрессией, это выше меня, это что-то, что управляет мной извне, да. Вот если у кого-то есть, напишите в комментариях, что похоже на правду, дети очень часто говорят, да, с одной стороны ребенок вроде хороший, нормальный, адекватный, а потом он входит в это состояние, он не управляем. Это сущности. Пожилые люди, пьяные люди, наркоманы и так далее. То есть ими завладевает сущность, и они даже меняются в лице, они меняют интонацию, знаете, вот как будто, знаете, такое прям лицо дьявола перед тобой, да, кто вот видел такое, особенно у пьяных людей, агрессивных. И таким образом в этот момент нужно в глаза смотреть, чтобы вот эти слова, и я тебя тоже люблю, можно еще про себя вспомнить это, вспомнить, что ты добрая душа, ты любящая душа. Вы через глаза проникаете до души. Вот этот алгоритм вам нужно записать, потому что вроде как мелочи, тонкости, но вот если вкупе все это собрать, то это очень сильно работает, да. И еще такое как бы маленькое примечание здесь, когда если вы понимаете, что сейчас говорит не этот человек, не душа, а сущность этого личности, да, просто сущность вышла на первый план по каким-то параметрам, она то уходит назад на задний план, да, то потом она выходит на передний план, да, вот это вот неадекватное поведение, то вам будет проще понимать, что вы сейчас не сражаетесь с этим человеком, не спорите, а он сейчас, его, им завладели, вот эти вот сущности, и соответственно вот бесполезно вот с этой внешней оболочкой что-то там ругаться, доказывать, спорить, рассказать о чувстве справедливости своей и так далее, бесполезно, то есть ваша задача успокоить себя, успокоить эту душу, вот, а как только у вас мимо этой сущности проходят в глаза души ваш посыл, соответственно, она выключается, потому что у нее одна задача сущности вас выцепить на разговор, на скандал вернее, да, на вот этот негативный диалог и соответственно скачать с вас энергией, все, да, и сущности, только не надо вслух говорить, что у тебя сущности и так далее, да, это можно ухудшить ваши отношения, вот, если человек понимающий, тогда в спокойном состоянии можно как-то сказать, давай что-то будем с этим делать, да, так, вот такие вот три простых метода, обязательно потом вернитесь, запишите их, с маленькими примечаниями вам помогут справиться с агрессией любого человека, абсолютно, это проверено уже многократно, мои хорошие, всего хорошего, мои родные, во все времена.